Здравствуйте, с вами программа Культурный Шок, я ведущий Марк Отлярский. Сегодня у меня на программе мой, можно сказать, давний и близкий очень приятель, знакомец, человек, которого я знаю очень давно, Сэм Заславский. Сэм, я тебя приветствую, во-первых. Во-вторых, хочу сказать, что Сэм человек не чуждой культуре, скажем так мягко как бы, помимо того, что он сам музыкант и прекрасный музыкант, он кроме всего прочего еще и занимается тем, что называется продюсирование этой нелегкой профессией. Вот, собственно говоря, на стыке вот этих двух начал музыки и продюсирования и вообще как бы ситуации с ней мы с Сэмом сегодня и побеседуем, потому что тема приятная, с одной стороны, с другой стороны не очень приятная. По какой причине, я думаю, Сэм нам объяснит. Сэм, давай. Ну, причина простая на самом деле. Я все время, я уверен и убежден в том, что, собственно говоря, если говорить пафосным языком и немножко так более глобально, мне кажется, что единственное, что отличает нас, людей, от животных, это всего две составляющие. Это культура и образование. Все остальное есть и у животных, и политика есть, и войны, и все остальное, все существует в животном мире, то есть борьба за выживание. А вот искусство, искусство и образование, это те две вещи, которые, собственно, делают человека человеком. Я много лет в Израиле и пришлось мне и поиграть здесь, и заниматься продюсированием, и преподавать даже в вообще образовательных школах. Все прошел и сделал какой-то определенный вывод за эти годы. Ну, во-первых, сам, как говорят, рыба гниет с головы, так и здесь. Все, что касается культуры и искусства, оно все начинает гнить с самого верха, с Министерства культуры. Сам парадокс по себе, что у нас Министерство культуры с Министерством спорта объединены в одно министерство, одним министром связаны. И удалось, собственно говоря, в Израиле воплотить, как старый еврейский анекдот Хаим Дворник, который стал здесь явью, когда мы сюда приехали, так и пословица скрестить коня и трепетную лань. Подожди, подожди, давай я тебе возражу, да, я тебе возражу сразу, потому что я знаю эти рассуждения, я знаю, в принципе, куда ты гнешь, вот, но пометуя нас дружеские с тобой, так сказать, и близкие с тобой характер отношений, я надеюсь, но ты меня не обидишься, если я выступлю роль адвоката дела. Сэм, давай начнем с того, вообще, так сказать, кто, назови мне хотя бы одно государство сегодня, которое, так сказать, активно, я специально интересовался этим вопросом, которое активно, активно, я подчеркиваю, вкладывает огромные деньги в культуру. То есть, это во-первых. Во-вторых, я понимаю, о чем ты говоришь, к чему ты клонишь. Ты катишь бочку на министра Мири Регев, который, так сказать, там, высказал какие-то нелицеприятные суждения. Абсолютно нет, совершенно мне без разницы, это Мири Регев или все, что-то другое. Оставишь Мири Регев, но ты прекрасно знаешь, что существует куча фондов, существует куча вариантов субсидирования этой культуры, что ты вообще существует, я сам проходил через это, ты сам проходил через это, отчего тебе еще недостаточно? Я объясню, элементарно, нет как таковой, на мой взгляд, опять-таки, я могу ошибаться, но то, что я прочувствовал и через что я прошел, нет как таковой структуры, вот нет этой инфраструктуры относительно культуры, как таковой в Израиле, инфраструктуры нет. Есть много составляющих, я уверен, что в Министерстве культуры где-то каким-то образом слышали про такую организацию, как АКУМ, например, авторские права, да? Да, авторские права, да, да. Да, слышали где-то краем уха, никто понятия не имеет, что происходит в концертных залах. Что происходит в концертных залах, кому принадлежат концертные залы, где-то они принадлежат муниципалитету, где-то они принадлежат еще кому-то, где-то еще кому-то полностью разброд и шатание. В каждом из этих залов происходит черт знает что, зачем усадить невозможно. Это просто, можно сказать, что это открытый рынок, каждый рулит как он хочет, но это не открытый рынок, это не открытый рынок, это получается совершенно дикое поле, на котором не существует никаких законов, существуют заведомо провальные театры, субсидируемые государством, существуют провальные какие-то совершенно проекты, которые субсидируются государством. Никто за этим не следит, какой выхлоп, какая польза, какой фидбик идет от этих проектов. Кто должен за этим следить? Это что тебе? Набирающие станции? Если ты за что-то платишь деньги, ты же должен понимать, за что ты платишь эти деньги. Это никого не интересует, никто не понимает, что происходит. Выделяется какая-то сумма денег, и все. Деньги отдали, выделили, поставили галочку. Что за этим стоит? Куда эти деньги идут? Что на эти деньги происходит? Есть смысл давать эти деньги туда? Нет смысла давать. А дают много денег, но они все в песок. От них выхлопа нет никакого. Ты мне можешь сказать, вот сейчас ты человек близкий к искусству, к культуре, ты мне можешь сейчас на вскидку назвать пять имен великих музыкантов-израильтян? Что значит пять имен великих? Просто вот чтобы Израиль дал миру не евреи, а Израиль. Евреи они везде, в искусстве, в живописи, в культуре, везде. Но в Израиле почему невозможно? Посмотри, сколько вокруг талантливых, сколько вокруг сильных музыкантов, артистов, художников, драматургов, кого угодно. Ничего, никакого выхлопа нет. Нет фидбика. Потому что система не позволяет самореализоваться. Если человек только начинает сам каким-то образом крутиться, вертеться, пытаться как-то пробиться, где-то находит какие-то... Но не все же такие. Мы знаем, как правило, 80, наверное, процентов людей творчества, это люди абсолютно не способные к какому-то собственному бизнес-продвижению. Это люди, которые умеют делать то, что они умеют делать. Не более того. Нет, ну, насчет музыкантов, тут вообще вопрос сложный. Во-первых, великие музыканты, как правило, это люди мира. То есть, как бы, есть израильтяне, великие музыканты, которые гастролируют по всему миру. Тот же, я не знаю, Пинхот Стукерман, который урожденец Израиля. Тот же Даниэль Орен, гениальный режиссер. Нет, для этого, чтобы он состоялся, он должен был уехать из Израиля. Потому что он, как бы, уехал из Израиля. Он попадает, как крути не верти, даже в пресловутом Советском Союзе, когда мы жили, да, была очень четкая система. Очень четкая система культурных учреждений, культурно-образовательных учреждений, культурно-концертных учреждений, в которых четко прослеживалось, правильно или неправильно, но была совершенно понятная, совершенно абсолютно понятная система, по которой можно было, продвигались музыканты, продвигались артисты, продвигались люди. То есть, это была система совершенно понятная и ясная. Я такой системы здесь не вижу. Это дикий рынок. Все относительно, с одной стороны. С другой стороны, прости меня, эта же система, о которой ты говоришь, в Советском Союзе, она плодила огромное количество бездарей, она плодила, давала возможность выступать людям. В результате сегодня мы видим уровень той эстрады, скажем так, которая вылезает на поверхность. Мы видим, что эти люди, которые в основном поют под фанеру, что запрещено законом в странах Запада, мы видим низкий уровень общемузыкального образования. О чем ты говоришь? Нет. Ну, система, ну, была система. Секундочку. Ты говоришь, во-первых, про эстраду, это отдельная тема. И не только про эстраду, я про классику могу сказать. И про классику. Это отдельная тема разговора. Но я тебе хочу сказать такую вещь, что я, например, в Израиле вижу немалое количество посредственностей, которые добились самых верхних. Ну, бывает такое. Не бывает. Это бывает везде. Но я не об этом говорю. Неважно, это бывает везде. Я говорю о том, что ребенок, ребенок с детства, который заинтересован, и у которого есть талант, и который может продвигаться, из которого может что-то получиться, у него нету этого четкого пути, понятного, как может этот ребенок развиваться. Абсолютно. Хорошо, если родители состоятельные, в состоянии платить, оплачивать частные уроки, или еще что-то, и как-то пытаться где-то его продвинуть. Но если нет, бывает ребенок талантливый, родился в несостоятельной семье, что ему делать? Ему идти в кружок какой-то от нас, в котором на работу устроился человек, который... Послушай, я расскажу тебе свое мнение. Я разговаривал с музыкантами, специалистами своего дела. Да, есть, безусловно, проблемы. Они сказали мне следующее. В Израиле есть несколько вещей. В Израиле очень сильная пианистическая школа, очень сильная школа духовых, очень сильная школа, которая дает действительно хорошие результаты и действует так, как говорят. И очень слабые, да, это струнники. Очень слабые струнники. Правда, это есть. Но, опять-таки, то есть есть и то, и другое. Это ты можешь наблюдать в любой стране мира. Что-то сильное, что-то слабое. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты, видимо, путаешь несколько понятий. С одной стороны, ты говоришь о некой систематизации чего? Процесса финансовых... Хорошо, давай я тебе скажу по-другому. Я тебе скажу по-другому. Окей? Хорошо. Давай представим себе такой вопрос. Ты, когда идешь к врачу, да, ты понимаешь, что ты идешь к врачу, который прошел какие-то экзамены, у которого есть документы, что он действительно врач, что он сертифицирован и все тому подобное, да? Теперь, культурой, культурой не занимается никто. То есть, занимаются все. Если у тебя сегодня есть желание, я тебе скажу, маленький такой ткум, маленький такой отрезочек всего этого пирога, один слой. Вот сегодня, например, стать импресарио. Скажи мне, пожалуйста, что нужно для того, чтобы стать импресарио? Нужно образование, нужно получить какой-то сертификат, нужно как-то получить от государства какую-то лицензию, надо как-то обусловить то, что ты имеешь право заниматься тем, потому что ты же занимаешься чем? Ты хочешь, не хочешь, ты формируешь каким-то образом культурные вкусы и такое, да? Значит, сегодня этим может заняться любой. Любой. Стоматологический кабинет не может открыть любой. Врачом открыть врачебный кабинет не может любой. Нужен документ. А здесь, пожалуйста, потому что речь идет о том, что этот тхум, культура, он вообще отдан на самоотдачу. Более того, я тебе скажу, если ты хочешь. Когда идут выборы, а ты участвовал в многих выборах, в многих выборах и занимался этим вопросом, скажи, ты хоть раз слышал, чтобы какая-то партия выдвинула требования, чтобы нам дали Министерство культуры, чтобы за него ломались копья? Да, этого никогда не было. Знаешь почему? Потому что это никому не нужно, это наказание. Как наказание? Это наказание. Это правда. А что у нас на радио происходит, когда идут актуальные передачи, и там надо вставить кусочек о культуре, могут полчаса говорить о сигаретах, Биби, могут говорить о шампанском, Саре, о чем угодно. Долго, много. Об этом говорят в течение дня в разных передачах. Надо же отдать дань культуре, и поэтому остаются 3 минуты, и приглашают кого-то в эфир, и говорят, ну расскажите сейчас о ваших концертах, или о вашей программе, или вы едете на гастроли. Вот я собираюсь ехать на гастроли в Париж. Нас пригласили на фестиваль. Замечательно. И так мы услышали товарища такого-то, вот они едут в Париж, отлично, замечательно. Все, на этом наша программа закончена. Ну согласись, что это так. Я соглашусь, но ты опять путаешь, Боже, Дарси. Нет, я тебе говорю о том, что культура... Культура, а ты знаешь, вот я тебе скажу, а ты знаешь, в чем заключается? Собственно говоря, если вкладывать деньги в культуру, в образование и в культуру людей, это уже не надо вкладывать деньги в бесконечное количество всяких новшеств и всяких вещей, чтобы предотвращать аварии на дорогах, чтобы предотвращать какие-то криминальные вещи. Еще это вкладываешь в это, ты заранее... Понятно, что результат у тебя не будет завтра. И результат у тебя не будет через год. Результат очень... Это игра в длинную. Все хотят результатов сегодня и быстро. Потому что ему нужно еще при жизни услышать, что он гениальный. Его не интересует перспектива. Длинная перспектива. Все играют в короткую. Поэтому в этом есть проблема. А культура и образование это игра в длинную. В длинную никто у нас играть не хочет. Вот об этом и разговор. Поэтому нет моментальных результатов. Это я с тобой согласен, но я хочу тебе сказать, дорогой Иван Иванович, что у тебя все точно, как у Льва Николаевича Толстого, все смешалось с Домой Обломский. Ты смешал сразу несколько понятий. У нас программа-то всего 20 минут. Давай их разделим. Во-первых, то, что ты говоришь, это касается системы преподавания и системы отношения к культуре. Потому что если говорить о культурной жизни как и таковой, то, прости меня, но я как бы, так как человек, который сидит на новостной ленте и занимается новостями, я тебе могу рассказать о куче культурных новостей, которые происходят в Израиле. То есть другое дело, что может быть на русском радио, русском телевидении этого нет, но это не значит, что этого нет в Израиле. Ты меня прости, но афиша... Я не об этом говорю. Это второе. Я не об этом говорю, Марик. Третье, систематизация, то, что ты говоришь, это действительно есть некий прокол, который существует, и за который надо бороться, и который действительно политикам совершенно неинтересен. То есть есть некие три вещи, которые сосуществуют рядом, но они не пересекаются. Хотя, наверное, по идее они должны пересекаться. Я тебе объясню то, о чем ты сказал. У нас множество, я не скажу большинство, но очень много культурных мероприятий, которые ты видишь в своей новостной ленте, и которые проходят в Израиле, они проходят по принципу Эйзе Йофи. Понимаешь? Принцип Эйзе Йофи, это я проходил, когда здесь играл свадьбы. То есть как хорошо, да? Как прекрасно. Да. А какой это был принцип? Мы приходили играть свадьбы в разных свадебных залах. Я играл с еменским коллективом. Это были такие очень жесткие, мезрахитные свадьбы, где игрался только мезрахит. То есть восточная музыка, да? Мне в определенном... Восточная музыка, да, но мне было в определенном смысле стыдно стоять с этими людьми на сцене, потому что что там происходило, только я знаю. Но в конце каждой свадьбы вечером была эта фраза Эйзе Йофи. Эйзе Йофи. Поэтому я тебе говорю о том, что в этом-то и заключается, в этом и заключается история, что делать, не важно что делать, важно как делать. Ты уровень преподавателей, например, мы говорим об образовании, ты уровень преподавателей начальных классов знаешь? Я знаю все, все проблемы образования. Я два года проработал в общеобразовательной школе. В лучшем случае у кого-то были, там это было давно, в девяносто первом году, по-моему, у кого-то были курсы левинских. Но это вообще считался профессор. Да, эта проблема существует, об этом, кстати, постоянно говорят. Окей. Но все-таки я думаю, что с вами нам бы вопросы, действительно, которые ты затронул, это вопрос острый, он именно для культурного шока, потому что мы говорим о культуре. И я думаю, нам с тобой надо будет еще вернуться к этому вопросу и, может быть, поговорить более конкретно, может быть, пригласить сюда-то кого-то третьего, кто бы, скажем, был бы такой, своего рода, третейским судьей. Но программу пора заканчивать. Я благодарю тебя, что ты пришел и высказал вот эту свою нелицеприятную критику. А в любом случае, критика, она должна быть критикой. Мы, в конце концов, не только обсуждаем здесь программу для того, чтобы, так сказать, говорить какие-то приятные вещи. Но я думаю, что сам ты, кстати, вносишь достаточно серьезную лепту в израильскую культуру. И поэтому тот пафос, та горечь, с которой ты говоришь, мне совершенно понятно. Вот. И я благодарю тебя, что ты пришел. Спасибо тебе, что пригласил. Спасибо тебе. Напоминаю, что в гостях у меня был продюсер-музыкант Сэм Заславский, вел программу Марк Котлярский. Всего доброго. До следующих встреч в эфире.